Итальянский нишевый парфюмерный бренд Tiziano Terrenzi очень хорошо известен любителям парфюмерии, однако нельзя сказать, что название этого бренда у всех на слуху. Дело в том, что этот бренд вообще возник в прошлом веке, в 60-х годах, как дом, который занимался производством ароматов для домашнего использования и в первую очередь ароматических свечей. Основателем бренда был Гильермо Terrenzi, и на сегодняшний день это один из парфюмерных домов, который все еще сохранил вот эту традицию династии. И на сегодняшний день главными людьми, которые заправляют делами дома, являются внуки Гильермо Тициана и Паоло Терренци. И Тициана, как ни странно, хотя название бренда использовано имя сестры Тициана, саму Дициана Терренци. Но она занимается не самими ароматами, а маркетингом и дизайном. А за составление ароматических композиций отвечает ее брат Паоло Терренци. Когда говорят о данном бренде, то первый аромат, который вспоминают, это, конечно, Кирке. Аромат фруктовый, посвященный запаху плода пассифлора, то есть маракуйи. И я тоже впервые познакомилась с брендом Тициана Терренци именно благодаря Кирке. Но вот только я пробовала не оригинал, а аналоговую версию, которую мне представили любители парфюмерии из моего родного города, которые очень плотно занимаются парфюмерией. И они мне сказали, что этот аналог крайне близок по звучанию, к оригиналу. Вот, поэтому я, конечно, не могу судить о настоящем Кирке. И только со слова этих людей могу сказать, что тот запах, который они мне продемонстрировали, он был очень ярко-фруктовым, с кислинкой. И для меня это такой вот аромат со свербящими фруктовыми нотами. Поэтому если оригинальный Кирке похож на вот тот, который мне продемонстрировали, аналог, то я бы с ним не торопилась знакомиться, что фруктовые ароматы, особенно такие пронзительные, это не моя тема. Но я слышала, что Кирке это один из самых, а может быть и самый шлейфовый из современных коммерчески доступных парфюмерных композиций с ароматом. Но даже несмотря на то, что мне в принципе нравятся шлейфовые композиции, и мне интересно было бы познакомиться со самым шлейфовым ароматом, я все-таки решила подобрать для себя что-то более подходящее к моим личным предпочтениям и остановила свой выбор на аромате химеры, то есть химеры из юбилейной коллекции Anniversary. Особенность этой коллекции в том, что ароматы, которые в нее входят, были вдохновлены определенными местами на планете. В данном случае речь идет об ущелье Химеры в Турции, то самое место, где по легенде самый мифический персонаж и обитал. И аромат, собственно говоря, был призван воссоздать запах в окрестностях этого ущелья, где находится дымящаяся гора, дым, запах разгоряченной почвы, полевые цветы, вот все такие окружающие сопутствующие запахи, вот это природное горение. Я там не бывала, но по отзывам людей, которые посещали ущелье Химеры, действительно аромат передает природные запахи. Поэтому можно отнести данную композицию к нишевым духам, которые обыгрывают парфюмерно естественные природные ароматы. Что еще можно сказать об этой композиции? Особенность юбилейной коллекции в том, что во все ароматы входят обязательно редкие натуральные ингредиенты. В случае с Химерой это и растительные материалы, и в том числе ладан из Анатолии, турецкий ладан. Деревьев очень мало, которые дают этот материал, и поэтому звучание композиции разного года выпуска будет отличаться, потому что каждый раз материал собранный будет отличаться по своим характеристикам, в том числе вот этот ладан будет звучать по-разному. Ну и другие материалы тоже будут раскрываться совершенно иначе, потому что подход использован как и в случае с изготовлением вин, когда виноградники одни и те же, но каждый год виноград будет отличаться своими качествами и будет, соответственно, отличаться и вкус вина. Такая же история и с коллекцией юбилейной от Тициана Теренци. Если говорить о данном аромате, то меня очень привлекла пирамида. Она многосоставная. Напомню, что автором всех ароматов является Паула Теренци. И, в принципе, сами брат и сестра Теренци считают, что самая их любимая нота – это древесные ноты, потому что, в принципе, дом Тициана Теренци связан с идеей горения, и особые древесные волокна используются при изготовлении знаменитых свечей этого же дома. Поэтому им хорошо даются древесные ноты. В данном случае можно сказать, что в Химире тоже древесные ноты очень интересно обыграны. Но рассмотрим полностью пирамиду, прежде чем перейти к характеристикам аромата. Но еще напомню, что это духи, не парфюмерная вода, а концентрация духи. Вот можно увидеть, какой оранжево-медовый цвет самого вот этого материала, этих духов. Они очень маслянистые на ощупь. Ну и видно, что, как в масляных духах, обычно пузырьки очень мелкие, и они очень медленно поднимаются к поверхности. Кстати, забегая наперед, скажу, что действительно отличаются разные лоты, разные годы производства по шлейфовости и стойкости. Я не знаю, какого у меня года. Возможно, 17-18 год, потому что я ожидала очень громкий шлейф, особенно после знакомства с кирке заочного и такого очень своеобразного, которое у меня было. Химера меня удивила тем, что вот та версия, которая у меня, она сидит крайне близко к поверхности кожи. То есть шлейф очень слабый у этого аромата, а стойкость на высоте, ну, где-то около 20 часов, можно так сказать. Ну, из-за того, что низкая шлейфовость, немножко мне сложно определить точно продолжительное звучание на коже и на волосах. А так вот, возвращаясь к пирамиде. Верхняя нота – это нота кожи. Она подкрепляется нотами черного перца острого, тентурой земли. Тентура земли, насколько я поняла, что используется действительно некая вытяжка из почвы. То есть, скорее всего, это действительно натуральный материал, хотя есть и синтетические аналоги. Запах земли. Это душистые травы, шафран и чабрец, уже тимьян. И нота лавра – очень интересная нота, потому что я не люблю лавровый лист в натуральном виде, как приправу. Но в ароматах он придает очень интересный холодок, свежесть, такого свежего ветра аромата, в который он входит. Лимон и другие цитрусовые ноты. И талуанский бальзам, такой вот сладковатый, анималистичный запах этого бальзама. Я могу сказать, что старт, который я ощущаю на себе, это, если говорить о коже, то на своей коже я слышу тоже кожаную ноту громче всего. Это запах кожи, которую заворачивали душистые травы. Вот как раз и чабрец, и шалфей, который у нас ниже по пирамиде расположен, и цветы шафрана. Цитрусы особо не ощущаются, но вообще надо сказать сразу, что композиция Ахимеры очень цельная. Разочернить ее на отдельные ноты непросто. Звучит все это таким фантазийным ароматом, цельным. Почему возникают ассоциации с ароматами прошлых времен, когда аромат это был конкретный запах, не распадающийся на отдельные ноты. Но, тем не менее, угадать здесь определенные ноты все-таки можно. И звучание очень мягкое, такое вот сглаженное. Я бы даже сказала, что и превращения, которые происходят в течение раскрытия композиции, они происходят очень плавно и постепенно. Можно сказать, что практически незаметны эти переходы. Но, тем не менее, первое это на коже. Достаточно ярко выраженная кожаная нота. Это не кирза, но это и не мягкая замша. Такой хороший-хороший отрез кожи, кожаного материала, на котором разложены или завернуты в него душистые полевые травы. Немножко сладости бальзамической можно уловить. И вот тот самый холодок лавра, о котором я уже сказала. На волосах, когда я наношу на волосы эту композицию, то я действительно слышу запах земли, почвы, горячий. Такие даже какие-то ассоциации с укладкой асфальта у меня возникают. Может быть, потому что есть сладковатые бальзамические ноты. Это горьковатая земля и растения, которые на ней произрастают. Причем эта земля, мне почему-то кажется, что это такая жирная, влажная почва, которая раскаляется солнцем. Вот такие ассоциации в шлейфе с волос я на себе улавливаю. Дальше идет раскрытие сердца аромата, в котором у нас находится очень мощный цветочный блок. Это шалфей, ирис, магнолия, пион и цветок гвоздики. А также сладкие ноты. Это мед и красный чилийский перец. Перец здесь тоже звучит сладко. Вот это перец, который обмакнули в мед. Не могу сказать, чтобы здесь было слишком много меда, чтобы это был переслащенный аромат, но тем не менее сладость хорошо угадывается. Но это такая островатая сладость. Вот действительно залитый медом чилийский перец. Когда-то я угощалась чаем, в который был тоже добавлен мед и красный стручковый перец. И вот, да, у меня ассоциации с этим чаем возникают. И есть мед, и есть острота. Шалфей хорошо слышен. А что касается остальных цветочных нот, я их совершенно не могу расчленить. Может быть, терпость гвоздики еще как-то можно идентифицировать. Но остальные цветы – это совершенно незаметный цветочный фон. То есть вот когда мы дышим воздухом, мы обычно не задумываемся, какие запахи в него вплетаются. Так и здесь. Это вот табала цветочная, мягкая, на которой у нас разложены более резко звучащие ноты. Кожа, земельные ароматы и перец. Напомню, что у нас был на старте черный, горьковатый перец, который очень хорошо соединяет ноты земли и кожи. Вот есть в нем и пыльность земельная, и горчинка кожаная. Для меня черный перец выступает таким вот мостиком. И старт аромат, так я уже говорила, что это запах, если наносить на волосы, земли и трав. И вот он острый, этот запах такой. Кто бывал, может быть, в степи, во время цветения, либо тоже в полях, именно когда цветы обильно. Цветут очень обильно. В этот период можно уловить такую остроту запаха воздуха самого, которым дышишь. Но это сложно передать словами, потому что это только можно по личному опыту, мне кажется, понять. Такой острый воздух, цветущий во просторах полей и степей, гор, может быть, таких открытых участков. И потом вот эта горечь, она смягчается сладостью меда, но переходит уже из остроты в жар. То есть горячий чилийский перец, земля раскаленная лучами солнца, и вот эти разогретые полевые травы, все это благоухает. И плюс уже начинают усиливаться бальзамические ароматы, ладан. Постепенно начинается раскрытие уже базы. В базе у нас еще нота кожи. И действительно, спустя где-то пару-тройку часов ощущается повторный всплеск этого кожаного акцента. Вот я, например, слышу на себе, что опять появляется кожа. Она сначала вроде бы исчезла и снова вернулась. Это сладкий пряный табак. Древесина уда, но она будет чуть-чуть позже раскрываться. Это сладкий бензоин, карамель. Действительно, немножечко, чем ближе к базе, аромат приобретает сладковато-гурманские нотки. Но, как я уже говорила, что если вначале у меня была ассоциация с кожей, в которую завернуты полевые травы, то чем ближе к базе, я ощущаю запах кожаного лоскута, в которой завернуты какие-то сладости. Может быть, перец, пропитанный медом, карамель, бензоин. Это с ванильными нюансами звучания. Другой тоже очень важный блок – это почули и сосна. но они вот тоже передают… С одной стороны, почули, они делают свой вклад в углубление земельных нот, в терпкость аромата. Сосну я не слышу как хвую, но вот какие-то такие вот острые нотки, бальзамические, смоленистые, здесь и есть, конечно, потому что бальзамов очень много в составе данной композиции. Канадский бальзам – это бальзам, который получают из пихты. И это материал, который используется в лабораториях, как иммерсионное масло, когда рассматривают препараты на стеклах, морфологи. Кашемировое дерево – это синтетическая такая мягкая древесная нота. И лабданум – то есть тоже благовонные цветы. И вот, опять же, возвращаясь к раскрытию композиции, после кожи, в которой завернуты были травы, мы перешли к перцу, залитому меду, медом. Потом после этого перченого меда появляется кожа, которая накрывает это все, вот эту сладость. На ней раскрываются ноты бальзамические, тоже больше сладкие. И бальзамы немножечко гурманские звучат, чуть-чуть такая гурманская сладость. Дальше появляется, как я уже говорила, уд. Причем уд очень интересный, он и не жженное дерево здесь, и не такой вот медицинский уд, который многие не любят. Это такое холодное, полированное дерево. Я очень люблю этот запах такого пронзительного холодного уда. И затем постепенно композиция начинает затихать. Остается, вот это все, вся кожа исчезает. И остается по факту у нас древесина, на которую мы пролили какой-то сироп, то есть такая вот чуть-чуть за гурманским оттенком, сладковатая древесина, немножечко припыленная. Может, здесь нота ириса, вот в этой пудровости принимает участие, но что ирис у нас есть. И вот легкая припыленность, тоже характерна этой композиции. Опять же, углубляется сходство с почвой, с землей. Ну, собственно говоря, на этом раскрытие композиции заканчивается. По времени, насколько это быстро происходит, достаточно быстро. Если говорить о волосах, то вот пару часов звучит кожа и травы, потом очень быстро происходит переход от перца с медом к сладковатой коже с бальзамами. Где-то через 3 часа уже появляется уд, а через 4-5 часов аромат очень близко усаживается уже к поверхности кожи, либо волос, смотря куда наносили эту композицию. И это уже запах дерева, чуть-чуть пыльного, с бальзамической, и гурманской сладостью. Вот, вот, вот такое вот для меня оказалась эта химера. Я тоже как-то ожидала чего-то, ну, не знаю, более провокационного почему-то. Такого, может быть, исходя из названия, потому что я, когда заказывала, я еще не интересовалась тем, откуда взялось это название, что это посвящено конкретной горе, конкретному месту в Турции. Но, надо сказать, что не планирую я пополнять свой гардероб этой композиции, потому что, во-первых, очень низкая шлейфовость, и, во-вторых, первая фаза раскрытия, там, где кожа и острые полевые травы, пряные, такие душистые, немножечко напоминает мне то, что я для себя нашла в Library Collection Amouage, только там это все так по-восточному, громкое, яркое, богатое, то есть, то, что ближе мне. А кому хочется такую версию, более интеллигентную, итальянскую, европейскую, не такую, может быть, крикливую, может быть, более такой интимный аромат, то, химера очень интересный, конечно, с этой точки зрения аромат, и очень интересно было мне с ней познакомиться, но, несмотря на все ее богатство и многогранность, я все-таки любитель более броских, ярких композиций, хотя, безусловно, это интересный аромат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!